К другим темам. В Великом Новгороде расследуется уголовное дело, фигурантом которого стал начальник антикоррупционного управления региональной полиции. Суд уже избрал для него меру пресечения. Начальник одного из подразделений новгородской полиции проведет под домашним арестом как минимум два месяца. Такое решение принял суд. Главу управления экономической безопасности и противодействия коррупции подозревает сразу в нескольких преступлениях финансового профиля. Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений. Одно из них предусмотрено частью третьей статьи 159.2. Это мошенничество при получении выплат. Другое частью первой статьи 285 Уголовного кодекса России. Злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, в 2016 году подозреваемый эффективно зарегистрировал родственницу в жилом доме на территории Демянского района и безвозмездно получил земельный участок площадью 1000 квадратных метров в собственность. Кроме того, у следователя есть основания полагать, что фигурант уголовного дела незаконно получал деньги из бюджета в течение 10 лет. Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 159 Прим. 2 Уголовного кодекса России. Это мошенничество при получении выплат за незаконное получение в 2008 году статуса ветерана боевых действий и как следствие получение пособия, выплат и пособия в сумме более 230 тысяч рублей. Расследование продолжается. Свою проверку проводят и сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности и управления по работе с личным составом регионального управления МВД. В случае подтверждения вины подозреваемого сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.